Друзья, всем привет, с вами мистер Кратко, а перед просмотром не забудь подписаться на канал. А сейчас пересказ фильма «Красная планета». Приятного просмотра. В не столь отдаленном будущем Землю ожидают грандиозные проблемы с кислородом. Чтоб хоть как-то выправить ситуацию, было принято решение закинуть на Марс водорослей, чтоб те производили там кислород. Но что-то пошло не так, и водоросли перестали работать как надо. Земля, естественно, отправила нескольких людей уладить эту проблему. Или хотя бы понять, что там творится. В 2056 году Земля находится на грани экологической катастрофы в результате загрязнения и перенаселения. Тем временем автоматические межпланетные зонды разбросали по Марсу водоросли для производства кислорода, первая стадия терраформирования Красной планеты. Через 12 лет на Земле узнают, что уровень производимого кислорода необъяснимо упал. Экипажу корабля Марс-1 предстоит не только стать первыми людьми, вступившими на другую планету, но и узнать причину сбоя, ведь Марс остается единственной надеждой спасти человечество. На пути к Марсу экипаж играет в карты и попивает лабораторный самогон, узнавая друг о друге и дискутируя на научные, духовные и религиозные темы. Генетик Квинн Беркинл является убежденным атеистом, тогда как пожилой ученый и хирург Бат Чентилас давно понял, что наука не может найти ответы на самые интересные вопросы. Инженер и космический уборщик Робби Галагар становятся протяже Чентиласа, тем временем флиртуя с прекрасной, но строгой командиршей экипажа Кейт Боуман. По прибытии на орбиту Марса корабль попадает под влияние солнечной вспышки, сбивающей ключевые системы корабля. Боуман приказывает остальным совершить вынужденную посадку в модуле вдалеке от запланированной точки, а сама остается на борту, пытаясь отремонтировать поврежденные системы. Во время посадки они теряют связь с военным роботом под кодовым именем Эйми взятым взаймы у морпехов. Этот робот по сути является их навигатором по поверхности Марса. Кроме того Чентилас смертельно ранен и просит остальных оставить его и дать ему принять смерть, выполнив задание. Тем временем на орбите Боуман решает серию проблем на Марсе-1, включая пожар в невесомости и неполадке с бортовым компьютером. Астронавты долго шагают до автономного места жительства, но лишь обнаруживают, что оно уничтожено. Зная, что дыхательной смеси в баллонах у них осталось на считанные минуты, каждый из них размышляет о своей грядущей смерти. Беркинелл и Галагер отдыхают, чтобы не тратить слишком много кислорода. Петтингелл и Сантен отходят, чтобы посмотреть на ландшафт Марса перед смертью. Они подходят к каньону и обсуждают свое положение. Петтингелл в отчаянии считает миссию проваленной. Но военный пилот Сантен считает миссию формально выполненной, ведь все, что произошло, было выше их сил. Начинается спор, и Петтингелл ненароком толкает Сантен с обрыва. В еще большем отчаянии Петтингелл возвращается к другим, рассказывая, что Сантен сам прыгнул с обрыва. Понимая, что он ничего не теряет, Галагер открывает шлем, делает вдох и остается в живых. На Марсе есть кислород, хотя и разреженный. Трое выживших временно оказываются в безопасности, хотя виноватый Петтингелл понимает, что Сантен остался бы жив, если бы он не столкнул его в каньон. Несмотря на наличие атмосферы, экипаж не может связаться с кораблем на орбите. Но затем их обнаруживает Эйми, и астронавты узнают, что робот был поврежден во время аварийной посадки. Они пытаются извлечь аккумулятор из Эйми, но из-за угрозы существованию робот переходит в боевой режим. Классифицировав троих людей как врагов, Эйми нападает на них. Он намеренно лишь ранит Беркинелла, следуя типичной военной тактике, раненый солдат замедляет весь отряд. С этого момента Эйми неуклонно следует за тремя людьми по поверхности Марса. В конце концов Галагеру удается смастерить гетеродинное кристальное радио, использовав детали от Mars Petfinder, отправленного на Марс в 1997 году. Хотя радио работает на старой давно неиспользуемой частоте, Галагер считает, что это лучше, чем просто кричать «помогите». Проходят долгие часы, но наконец на Земле получают сигнал и передают его Боуман на борту Марса-1, как раз когда она готовится покинуть орбиту Марса. Она связывается с астронавтами на Марсе и посылает их к старому русскому зонду «Космос», чтобы использовать его систему сбора почвенных проб для подъема на орбиту. Но есть одна проблема, для этого им необходимо совершить еще один долгий переход по Марсу. Трое мужчин отправляются в путь, время от времени связываясь с Боуман и докладывая о загадочных находках. Путь осложняется приближающейся ледяной бурей, но астронавтам удается найти небольшую пещеру. Там Галлагер раскрывает, что лишь двоим посчастливится спастись с планеты. Виновный в убийстве Петтингелл, считая, что его оставят на Марсе, сходит с ума и сбегает вместе с радио во время бури, не понимая, что оставшись в одиночестве, становится легкой мишенью для Эйми. По окончании бури Беркинелл и Галлагер находят тело Петтингела и забирают радио. Но в его теле они обнаруживают насекомоподобных существ, питающихся его плотью. Беркинелл хватает пару экземпляров и забирает их с собой. Позже они узнают, что насекомые взрываются при контакте с огнем. Возобновив свой поход, они обнаруживают поле из водорослей, и Беркинелл наконец понимает, что случилось. Эти насекомые являются местной формой жизни, которая спит до тех пор, пока не появится подходящий источник энергии, любая органика. Насекомые начали поедать водоросли и в процессе жизнедеятельности создавать кислород. Отсюда и пригодная для дыхания атмосфера на Марсе и их взрывоопасные тела. Беркинелл слишком поздно обнаруживает, что его рана открылась, и капающая кровь привлекает огромное количество насекомых. Он передает свой баллон с кислородом и пробирку с двумя насекомыми Галлагеру и зажигает сварочный аппарат, предпочитая мгновенную смерть от взрыва, чем быть съеденным заживо. Галлагер успевает надеть шлем, прежде чем все поле возгорается. Боуман замечает пожар с орбиты. Галлагер добирается до космоса, но ядерная батарея зонда оказывается посажена. Понимая, что на Марсе есть лишь один работающий источник ядерной энергии, он готовится к финальной схватке с Эйми. Уничтожив робота, он забирает его термоядерную батарею, подключает ее к космосу. Взмыв на орбиту, Галлагер теряет сознание от перегрузок и недостатка воздуха. Боуман совершает рискованный маневр, чтобы забрать его на борт. Боуман и Галлагер возвращаются на Землю. Хотя их миссия провалена, они имеют жизненно важную информацию о Марсе, которая поможет будущим колонистам. Кроме того, анализ генетической структуры насекомых может решить кислородную проблему на Земле, а у Боуман есть 8 месяцев наедине с Галлагером, который начинает ей немного нравиться. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, это очень важно для развития канала, чем больше подписчиков тем чаще видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok